Чаще всего задержка заработной платы или невыплата пособия по беременности и родам происходит на мелких предприятиях, рассказывает прокурор города Полевского Леонид Сопочкин. В месяц о нарушении трудового законодательства сообщают 2-3 человека. Если сравнивать эти данные статистики с цифрами 2008-2009 годов, то тогда с заявлениями о задержке оплаты труда приходили целыми коллективами. Сейчас массовости нет, но факты нарушения законодательства все же встречаются. В этом случае полевчане обращаются за помощью к прокурору. Как правило, после обращения прокурора в СССР, предприниматель находит возможность выплачивать такие денежные средства. В принципе, прокуратура только рада, потому что главная цель – это вернуть гражданам честные и беззаработанные деньги. Были более тяжелые ситуации, когда предприятие оказывалось банкротом. Там вступает другая процедура, конкурсного вначале управления, потом внешнее управление и так далее. То есть процедура банкротства. Но все такие иски, опять я еще раз скажу, они были удовлетворены судом. Таких, как правило, около 30% тех, кто выплачивает денежные суммы работнику до того, как заявление попадает в суд. Но есть и те работодатели, которые ждут решения суда, исполнительного листа и только тогда расстаются с деньгами. Есть ли им известная информация о том, что у них на предприятии или в отношении них задерживается выплата заработной платы, выходных пособий по уходу за ребенком. Чтобы они незамедлительно обращались в прокуратуру города Болевского, мы постараемся вам помочь. И поможем, мы уверены, если вы не пропустите срок. Самое главное в этой ситуации знать, что по гражданскому кодексу сроки исковые в данном случае уменьшены. Они составляют три месяца. После этого процедура значительно усложняется. В связи с чем просьба работников прокуратуры в настоящей экономической ситуации обращаться незамедлительно в прокуратуру города Болевского. Граждан, у которых такая задолженность по зарплате возникла на предприятии как в отношении них, так и в отношении других сотрудников. Леонид Александрович подчеркивает, что его деятельность и деятельность его помощников носит заявительный характер. То есть полевчане, которые столкнулись с нарушением законодательства и невыплатой заработной платы, должны сами обратиться в прокуратуру города и обозначить проблему. И самое главное в этом вопросе – это сроки. Претензии к недобросовестному работодателю вы можете предъявить в течение трех месяцев. Ксения Бладенкова, Никита Кривченко. Новости нашего города.